Детский день Но из года в год на нашей уральской выставке Последний день проходит под гидой инноваций детям И, собственно, в этом году решили не отходить от данной хорошей, доброй традиции И также провести детский день под названием изобретариум И открыть дверь в мир инноваций детям и их родителям Сколько будет площадок для детей и вообще с какого возраста там будет деткам интересно? Вы знаете, площадок будет очень много Но если глобально говорить об этом, мы можем определить их на три основных зоны Это основное шоу, которое будет проходить два раза в день в 10.00 и в 14.10 Далее это пять интерактивных зон научно-познавательных, а также развлекательных Где, безусловно, сделаем акцент на первом словосочетании Это познавательный Эти зоны будут поделены условно по предметам Это научная физика, познавательная химия и так далее, и так далее И, конечно же, стоит отметить площадки наших экспонентов Это стенд Свердловской области, стенд городской администрации Стенд современное образование и многие другие компании Вы знаете, какая для детей самая ненавистная табличка в музеях и на выставках? Не трогать, не трогать руками Можно ли будет трогать руками здесь? Безусловно, все можно будет потрогать руками И более того, можно будет не только потрогать, но и провести интересные превращения Поучаствовать в проведении опытов и смастерить нечто А также сделать небольшое, но открытие Юль, ну вот с какого возраста можно туда приехать с малышом? Вы знаете, программа рассчитана для детей от 5 лет до 16 И более того, я вам скажу, даже любой взрослый найдет для себя много интересного Это совершенно верно, потому что я бывал на обоих детских днях со своей дочерью И я не мог удержаться, когда начинают какие-то эти огромные мыльные пузыри надувать Или там какие-то оптические опыты Мне тоже хочется, ай, дай я попробую, у тебя не получается На самом деле, то есть взрослых вы допускать будете на этой площадке? Конечно, взрослых будет Но в порядке очереди Конечно, только после детей Мастер-классы в этом году будут? Да, мастер-классы будут Они будут представлены на стенде современное образование А также на стенде городской администрации Что очень интересно Представители команды по программированию Федерального Уральского университета Которые принимали участие в чемпионате мира по программированию Откроют нашим юным гостям мир в такую структуру, как анимационные технологии Подождите, это будет мастер-класс по компьютерной анимации? Да, совершенно верно Ничего себе Ну, по крайней мере, по АЗАМ А еще какие-нибудь можете приоткрыть тайные мастер-классы? Какие вот? Что могут научиться там дети делать? Да, безусловно Дети будут учиться выращивать сталктиты и сталагмиты О! Очень интересно Также они будут пробовать делать собственный вулкан Только, естественно, очень маленькую копию Помимо этого Мы думаем, что дети также смогут поучаствовать в процессе создания роботов Настоящих роботов А будут ли площадки какие-то детские, на которых юные изобретатели Сами могут показать вот что-то, то, что они придумали? То, что на выставке никто не показывает Да, безусловно Именно в зонах, именно в интерактивных зонах Ну, очень развлекательных, так скажем После того, как дети сделают что-то своими руками Будет организован небольшой стенд, где инновации, их маленькие открытия Изобретения будут представлены Вот это здорово Подскажите, вот этот изобретариум, он весь в одном павильоне где-то локализуется? Либо все-таки детишки могут пройтись с удивлением по всей выставке? Вы знаете, детишки смогут пройти по всей выставке Основные зоны — это четвертый павильон Это зал главного шоу изобретариум А также пять интерактивных зон по различным предметам разделенные А, конечно, основные площадки находятся у нас в первом-третьих павильонах Это стенды А вот что это за Нобелевская премия, которую могут получить маленькие гости? Как же ее получить? Вы знаете, известные нобелевские лауреаты Адам Рейс и господин Шмидт в области химии В детстве были очень эрудированными и любознательными детьми И в частности развивая эти качества, это все вылилось у нас в получение такой важной награды На нашем дне мы также хотим развивать эти качества, а также их поощрять И, собственно, в рамках изобретариум-шоу, основного шоу, которое будет проходить два раза в день Юные гости смогут сделать определенные открытия И если они будут такими же любознательными и эрудированными, как нобелевские лауреаты Они смогут получить подобие нобелевской премии, но от изобретариум-шоу, от детского дня инопрома Спасибо большое. Давайте еще раз повторим, где, когда и с кем можно приходить в детский день Детский день на выставке инопром состоится 15-го числа Детский день у нас нынче называется изобретариум-шоу С 10 до 16.00 выставочный комплекс Екатеринбург-экспо Вход? Вход совершенно свободный Спасибо большое Спасибо большое. Ну а мы сообщаем, что всю интересующую вас информацию можно получить на официальном сайте инопрома инопром.ком Ну а также смотрите ОТВ, потому что в дни проведения выставки будут вестись трансляции с площадки Екатеринбург-экспо Ну а сейчас передаем слово нашей коллеге Милене Карагезовой, ведущей программы «Национальное измерение» Она будет нам рассказывать про азербайджанские музыкальные инструменты «Национальное измерение»